Привет, мои хорошие! С вами Селена Свеи, и сегодня мы будем делать с вами макияж. Такой, знаете, нежный, весенний и в то же самое время яркий. На съемки или на выход какой-то такой вот для фотосессии, к примеру. Ну, в принципе, на день тоже можно так выйти. Будем мы использовать с вами тени. Я хочу поэкспериментировать. Давайте будем делать подблузочку мою, потому что такой весенний цвет. Будем использовать тени от Тианде, которые мне дали в подарок, за то, что я там много-много купила. Будем использовать вот этот цвет. Но так как здесь нет у нас темного, мы будем темные использовать из американских теней, которые я заказывала и делала вам уже обзор на них. Будем использовать здесь самый темный цвет. Это такой темно-темно-коричневый, он как черный, очень насыщенный. Значит, вместо темного мы будем использовать их. Итак, для начала мы возьмем беленький, это любые вы можете тени использовать, и надеем на век, чтобы нам было более проще рисовать тенями по веку. Дальше мы возьмем наш темный цвет, вы можете взять у себя черный, темно-коричневый также. Сначала мы рисуем складку, затем над верхним веком. Дальше мы начинаем все растушевывать, также подводим низ. Продолжение следует... Выравниваем вот так вот, чтобы они у нас были одинаковые, уже смотря двумя глазками вперед. Теперь немножечко... Я человек творческий, поэтому могу позволить себе вытирать пальцами. Значит, немножечко серединочку нашу. Если вы неаккуратно сделали вначале, то... Как я. То серединочку немножечко пальчиком вот так вот убрали, да, растушевали туда все. Теперь мы берем наши тени Тианде, берем наш красивый цвет и закрашиваем от внутреннего века, и вот где у нас свет идет. Свет остался светленько. Продолжение следует... Так вот, что у нас с вами должно получиться. В серединку, значит, между... Вот здесь мы будем наносить беленькие тени, а между беленькими и серединочкой, значит, такой вот нашу... Как бы нависшее, что ли, вот это вот века или что. Как его назвать, я не знаю. Мы наносим... Вот такой вот я наношу румяна, они такие персико-розовые, такие томные. Это для того, чтобы более углубить взгляд. Так советовала мне моя мастер макияж. Дальше мы берем беленькие, наносим их под бровки. И уголок глаза. Можно еще немножечко вниз, зелененькие. Только сверху, чтобы они удалены внизу чуть-чуть. Уголочках прям. Итак, далее. Далее нам нужно сделать еще более выразительное. Значит, кто хочет, может уже наносить тушь. И, в принципе, готово. Кто хочет более ярким, может сделать стрелочку. Может сделать небольшую стрелочку. Я буду использовать вот такую вот подводочку. Ремель. 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Итак, вот наш мейкап готов. Для такого макияжа он достаточно яркий. Если даже вы не выделяли темными подводками, губы я рекомендую красить не очень ярко. Я использовала палеточку от Ariflame. Вот такой вот натуральный цвет. Мне он очень нравится. В принципе, здесь такая палеточка очень прикольная. Мне не очень нравится, что она достаточно липкая на губах. Но что касается макияжа для съемок и для фотосессий, здесь как бы очень много красивых цветов, как и ярких, так и нюдовых. Вот такой вот весенний макияж под вот такую копточку у нас получился. И если вам понравилось и было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не упустите другие видео со мной. А с вами была Селена Сэй. Пока-пока!